Разноцветные с новогодними узорами и патриотическими символами. Зареченские бабушки с особым теплом и старанием украсили термосы, которые были собраны неравнодушными горожанами в рамках благотворительной акции, организованной местным отделением партии «Единая Россия». Серебряные волонтеры связали 20 шерстяных чехлов на подарки, которые в ближайшие дни будут отправлены военнослужащим в зону специальной военной операции. Термоса все разные. Где-то широкие, где-то узкие, где-то маленькие, где-то в патриотической тематике кто-то вязал, кто-то вязал только новогодние, потому что в преддверии Нового года. В основном чехлы у нас вязали серебряные волонтеры. Пять человек работало над чехлами. Теплые чехлы для термосов были сделаны в рамках акции «Подари теплозащитнику Отечества», организованной Общероссийским общественным движением «Ветераны России». Серебряные волонтеры не впервые отправляют подарки военнослужащим в зону СВО. Руками заботливых бабушек уже были собраны посылки с теплыми носками и варежками. Очень много оставалось шерсти. Такая она не подходит для носков, для варежек. И мы решили связать чехлы для термосов. Был организован сбор термосов от «Единой России». Многие коллективы приняли в этом участие. И нас попросили связать для них вот эти чехольчики, чтобы было приятно. И подарок напоминал немножко о домашнем тепле, о домашнем доме. И новогодний как будто подарочек. Пересоединиться к акции «Подари тепло защитнику Отечества» могут все желающие. Мастерская, где творят добрые дела серебряные волонтеры, находится в общественном центре ЛАД. Неравнодушные мастерицы с благодарностью примут и шерстяную пряжу, из которой свяжут подарки для военнослужащих. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова